Приветствую всех программистов! Да-да, я не оговорилась именно программистов, ведь в предыдущем уроке мы изучили одно из самых важных понятий, которое должен знать и уметь использовать программист. Это переменные. И я практически уверена, что ты в своих проектах уже запросто их используешь. Нам осталось изучить еще несколько подобных важнейших понятий, которые позволят тебе по праву считать себя программистом игр. А в сегодняшнем уроке мы займемся творчеством, ведь без творчества не может быть ни одного хорошего мультфильма, ни одной классной игры. Мы займемся локациями и сценой игры. Давай вспомним, что мы уже знаем и умеем. Мы ведь уже умеем создавать и редактировать спрайты. Ты знаешь, что такое растровый векторный редактор и растровая векторная графика, которая поддерживается Scratch. И, конечно же, ты умеешь анимировать спрайты с помощью смены костюмов. То же самое аналогично можно делать на сцене, точнее, с фонами сцены. И сегодня мы научимся создавать и редактировать фоны, а точнее, усовершенствуем свои навыки, потому что мы уже очень много изучали и пробовали. И научимся анимировать сцену, меняя фоны, ну и разным еще дополнительным фичам, которые помогут создать твои проекты еще более интересными. Начнем мы с примера стартового проекта «Поздравительная открытка». Давай перейдем в Scratch, рассмотрим пример и реализуем его. И параллельно изучим все необходимые инструменты. Ну что, поехали! Давай войдем на сайт Scratch и найдем этот стартовый проект. Я покажу несколько способов. Во-первых, если ты помнишь, на сайте Scratch есть раздел «Помощь», и в нем есть стартовые проекты, которые можно исследовать и делать аналогичные. И вот наша поздравительная открытка, которую мы сегодня рассмотрим, изучим и создадим аналогичную. Для того, чтобы было понятнее, я создала ремикс. Что такое ремикс, я расскажу в следующих уроках этого проекта. И разместила его в студии «Юный разработчик игр». Сейчас мы в нее войдем, только нужно писать без ошибок. Вот здесь у меня ошибочка. Переходим в студии. Но для того, чтобы это сделать быстро, можно использовать вот этот вот адрес. Этот адрес я размещу под этим видео, и ты сможешь его просто скопировать и вставить его адресную строку вот сюда, в это место своего браузера, для того, чтобы быстренько перейти к студии. Находим в студии этот же проект, точнее его ремикс, как я уже сказала. Я его перевела на русский язык, назвала «Поздравительная открытка». И если мы откроем код, то здесь я также написала комментарии. И самые смелые, как я уже однажды говорила, могут изучить эти комментарии и самостоятельно попробовать сделать аналогичный пример, аналогичный проект. Если мы вернемся к страничке, то тоже вот здесь в адресной строке, можно даже вот без этой части, сейчас я ее уберу, указан адрес проекта, который размещен в студии на разработчиках игр, тот, который я обеспечила нужными комментариями. И этот адрес ты тоже можешь найти под данным видео и вставить в адресную строку браузера, чтобы быстренько его открыть. Давай посмотрим, как устроен проект. Запустим его. Удобнее это делать, развернув на весь экран. И мы видим, вот у нас открыточка. И вот такой вот интересный элемент, который прыгает, меняет цвет. Когда мы наводим на него мышку, если отпускаем, то он не меняется. И если мы по нему щелкнем, Click to open по-английски означает «щелкни, чтобы открыть». Я остановлю, чтобы музыка нам не мешала. Очень простой проект. Давай откроем его код. И увидим, что у нас есть раз, два, три, четыре, пять спрайтов. И есть сцена, у которой подписано, что есть три фона. Ну, здесь Scratch не умеет склоняться русские слова, поэтому он пишет три фоны. Если мы выделим сцену и перейдем во вкладку фоны, то мы увидим, что у нашей сцены есть целых три фона. И аналогично тому, как мы редактировали спрайты, мы попадаем в графический редактор, у которого есть все те же инструменты, которые мы видели, когда работали со спрайтами. Они абсолютно такие же. Но может быть отличие в том, что здесь фон непрозрачный, он всегда белого цвета. Здесь нет необходимости делать прозрачный фон, потому что фон должен быть фоном, он должен быть какого-то определенного цвета. И если кто-то помнит, вот эта группа инструментов, это инструменты какого редактора? Правильно, векторного. Мы работаем здесь в векторном режиме, в векторной графике. И, например, я могу с помощью вот этого инструмента выбрать, щелкнуть мышкой по элементу и его выбрать, и как-то с ним работать, модифицировать. Надеюсь, ты все это помнишь и знаешь, и понимаешь, о чем я говорю. Если мы что-то сделали не так, мы можем действие отменить. В данном случае я немножко прозреклась, потрогала. Почему я это делаю? Потому что мне интересно, как создана эта открытка, как созданы эти фоны. И я тебе рекомендую научиться самому разбираться в других проектах, для того, чтобы иметь возможность учиться на этих примерах. Вот давай посмотрим, как же все-таки устроена эта открытка. Оказывается, если мы этот элемент сдвинем, то здесь у нас два одинаковых прямоугольника. И они просто размещены так, что вот этот второй, он немножечко повернут. Сейчас я верну. И получается, что снизу второй листик немножко выступает. И его хорошо видно. Это у нас первый фон нашей сцены. Второй фон устроил несколько иначе. Здесь те же самые две странички и еще тень. Как она сделана? Смотрим. Я покажу, как изменить вот этот вот прямоугольник, который был в первом фоне прямоугольником, и сделать из него такой вот параллелепипед. Но мы его можем сейчас просто отодвинуть. Вот он, да. Он оказывается такой большой, просто вот такое место занимает. И под ним еще один, немножко отличающийся серого цвета. То есть, оказывается, здесь уже три элемента. И они размещены друг над другом. Получается, страничка как будто открывается, и появляется тень от этой страницы. И, наконец, на третьем фоне у нас почти те же самые страницы, но уже раскрытые, да, и тень у нас с другой стороны. Наверняка ты уже догадался, что здесь у нас один прямоугольник, второй полилограмм и еще один четырехугольник. То есть, у нас три четырехугольника. Давай вернем, чтобы не разрушить проект. И создадим новый проект, и сделаем такие фоны. В этом уроке мы не описываем подробный сценарий, хотя, наверное, это было бы полезно. Но для того, чтобы не тратить время, я этого не делаю. И начинаем мы не со спрайтов, что странно, да, а начинаем со сцены, просто потому, что в данном проекте на сцене у нас происходит чуть ли не самое главное действие, а спрайты играют вспомогательную роль. И, кроме всего прочего, наш урок посвящен именно работе с фонами сцены. Поэтому мы сразу уберем нашего спрайта, нашего кота, и останемся работать со сценой. У нашей сцены пока только один фон. Вот он. И мы можем нарисовать новые, либо продолжить рисовать здесь. Опять же, я обязана тебе рассказать об основных инструментах, аналогично тому, как мы рассматривали инструменты для рисования нашего спрайта. Но единственное, чего я не рассказала, это получить новый спрайт с камеры. Но, возможно, ты уже поэкспериментировал, включал камеру и делал фотоснимки. Если, конечно же, эта камера у тебя на компьютере имеется. Но если сравнить эти инструменты, то мы можем выбрать спрайт из библиотеки и выбрать фон из библиотеки. Это мы уже делали. Мы можем нарисовать свой спрайт новый и можем нарисовать новый фон. И мы можем открыть фон из файла, взять его, загрузить с компьютера. И точно так же мы можем загрузить спрайт из файла. Ну и, естественно, можем получить фон с камеры, сделать фотографию на камеру. Если мы нажмем на кнопку «Нарисовать новый фон», то ты видишь, что у нас сразу появляется новый фон. Вот они, два пустых фона. Аналогично мы можем создать новый фон. Здесь выбрать фон из библиотеки, добавится сюда фон, или нажать на карандаш и нарисовать новый фон. Ты можешь попробовать нажимать на эти кнопки, остановить видео и посмотреть, что будет. Ну, а я продолжу. Продолжу я в следующей части, так как это уже достаточно длинная, и тебе действительно следует изучить рассмотренные только что инструменты по добавлению, редактированию, созданию фонов. До встречи в следующей части!